Вагиф Мадат Аглы Сулейманов уже довольно давно считается одним из наиболее заметных и влиятельных лидеров азербайджанской мафии в Москве и Подмосковье. Будучи вором в законе, он тем не менее также известен своими интересами в области финансовых афер, торговли и коммерции, хоть это и не самые почетные занятия для истинного вора. Но современные реалии давно уже заставили криминалитет пересмотреть давние понятия. Родился Сулейманов Вагиф Мадат Аглы в 1965 году, 15 августа. По этнической принадлежности он азербайджанец, но родился он и провел детство в Грузии. По этнической принадлежности он азербайджанец, но родился он и провел детство в Грузии, таких людей называют гразы, грузинские азербайджанцы. Местом рождения будущего законника называют то Тбилиси Томарнеули. Еще известно, что когда Вагифу было примерно 7-8 лет, его семья переехала в Баку и прожила там значительное время. И сам Вагиф покинул Баку только после распада Советского Союза, когда решил освоиться в Москве. Примечательно, что долгое время, уже живя в Москве, азербайджанец Сулейманов имел паспорт гражданина Узбекистана. Причем нет данных, что это был поддельный документ, но почему так вышло, неизвестно. По неподтвержденным данным, Вагиф Сулейманов служил в армии. Но сторонники вора это яростно отрицают. Интересно, что по воровской традиции законникам дают прозвище в честь городов, с которыми они связаны местом рождения, долгого проживания или своей незаконной деятельностью. Так вот Вагифа Сулейманова называют и тбилисским, и бакинским. Это порой вызывало вопросы в криминальном сообществе. Но у Сулейманова есть еще один псевдоним, и ни с каким-то понимом он не связан. Его называют Вагиф-дипломат, скорее всего, за личные особенности. Довольно странно, но о раннем бакинском периоде жизни Вагифа Сулейманова известно крайне мало. По неподтвержденной информации, в молодые годы он попадал за решетку, но снова возвращался жить в Баку после освобождения. Коронация его как вора в законе, состоялась примерно в 1990 году, подход к нему совершил вор Мерсейманова, ныне покойный. Начинал свой криминальный путь Вагиф-бакинский так же, как многие другие воры, выходцы из Азии или с Кавказа, под покровительством деда Хасана. Впрочем, после убийства деда Вагиф занял сторону Шакро Молодого и получил его покровительство, что впоследствии оказалось явно правильным решением, когда дела Шакро быстро пошли в гору. Но стоит сказать, что Вагиф Сулейманов не является полностью подчиненным бассалам. Он создал и контролирует свою группировку. Один из четырех крупных азербайджанских кланов, действующих на территории России, и большинство дел совершает от своего имени и в личных интересах. Точного списка преступлений Вагифа Сулейманова и сроков лишения свободы за них нет. Известно, что в 2006 году его задержали в Москве, обнаружив при досмотре гашиш в количестве 33 граммов. За этот эпизод он отбыл три с половиной года в колонии общего режима в Хакассии. В ноябре 2013 года его также задержали, причем по более серьезному делу. Вагиф Бакинский и трое его подчиненных получили крупную сумму денег от московского бизнесмена. И задержание произошло прямо в ресторане при передаче суммы. Предприниматель утверждал, что эти деньги с него вымогали. Однако и по этому делу Вагиф Сулейманов не задержался за решеткой надолго, хотя успел посидеть в знаменитой бутырке, где подписался под несколькими прогонами, касающимися разных воров. Самый известный источник доходов и практически нескрываемая сфера деятельности этого криминального авторитета, это, как ни странно, крышевание оптовой торговли зеленью. Этот мирный бизнес, на самом деле, в Москве теснейшим образом связан с криминалом. Дело в том, что продавцы и поставщики зелени и овощей. В основном азербайджанцы или просто вынужденные подчиняться азербайджанской мафии, отдавая деньги за возможность торговать. Но Вагиф Сулейманов не просто крышевал мелких зеленщиков, он придумал аферу помасштабнее. В 2014 году два олигарха, также выходцы из Азербайджана, год Ниссанов и Зарах Ильев, построили в Москве объект, предназначенный для оптовой перепродажи сельскохозяйственной продукции в одном месте. Этот объект назвали оптовым сельскохозяйственным рынком Фуд-Сити. Но сами торговцы-оптовики не спешили занимать там торговые места, опасаясь конфликтов с азербайджанской мафией. И тогда Вагиф Сулейманов, заручившись одобрением Шакро-Молодого, вступил в соглашение с владельцами Фуд-Сити о том, что Сулейманов направит к ним оптовиков, а бизнесмены поделятся с ним прибылью от проекта. Схема оказалась удачной и, по некоторым данным, действует до сих пор. Еще одна преступная схема, позволяющая криминалитету получать большие финансовые вливания, связана с так называемыми центрами обналички. Если говорить попросту, речь идет об отмывании денег различных теневых торговцев. Действует эта система, во главе которой в Москве, как считается, стоит как раз Вагиф-дипломат. Следующим образом, делец отдает обнальщикам определенную крупную сумму наличных средств, с тем, чтобы те перевели эту же сумму на его банковские счета, так, чтобы по закону это было легально полученными финансами. Но группировка Вагифа Сулейманова занимается ложной обналичкой, вся переданная бизнесменами наличность просто остается у мошенников. На банковский счет никто ничего не переводит, а подставные лица, через которых должна была осуществляться сделка, исчезают. А обращаться в правоохранительные органы бизнесмены теневики по понятным причинам не спешат, так как там возникнут вопросы о происхождении переданных средств. Считается, что Вагиф Бакинский занимается этой преступной деятельностью, уладив конфликты с другими влиятельными ворами – Эдуардом Асатрином и племянником деда Хасана Дмитрием Чентурией. На данный момент Вагиф Сулейманов находится на свободе, активно занимается делами и считается весьма влиятельной персоной.